Доброго времени суток, ребята, микрофон Андрей Кондрат. Ну и мы смотрим вторую карту между командами Элемент и командой Ginex Team. Best of 3, финал капа. Первую карту выиграла команда Ginex со счётом 16-14 на карте Deadass 2. Это было жутко... просто жутко потная каточка. Ну а теперь мы смотрим, как отыграет Элемент за сторону атаки на такой интересной карте, как Dead Rain. Опять же, холдят и вообще, ну просто одни холды мы сегодня наблюдаем с вами. Ну и выход. Наконец-то последовать должен выход. Есть, есть. Перестрелки, не поймёт, откуда стреляют. Марик падает, но он при том успел забрать одного из игроков атаки, прошу прощения. Ну и всё, парни урвались на плент, уже установили почти пакет. Просто в процессе всего этого перестреливается болт. Болт, отлично, болт, голова, шот. Ну и Донник два фрага, в свою очередь, сделал ему ответку. Таким способом ответил одному из игроков атаки. Ну и что, смотрим. Откидывается хаешечка непосредственно в плент. Есть перестрелочки. Витя из минус один. Александр разменивает один в один ситуация. Ну, удачная, можно сказать, вот если судить по этому моменту. Позиция у Витязя. И первый раунд за атакой 1-0. Элементы повели. Ух, ну, надеюсь, нам придётся посмотреть ещё третью игру. Я люблю финалы турниров, командная игра, командные действия. Куда интереснее наблюдать, чем за обычными фанмиксами. Ну и тому подобное. Ладно, смотрим. Атака. Уже есть полный бай. Ну, такой. Не особо полный, но бай. Ребята понимают, что им нельзя... А, нет, полный. Да. Им нельзя рисковать. Им надо брать просто вот что они и делают на данный момент. Берут бай и надо брать им этот раунд, безусловно. Ну, что? Опа. Типа бесшумно присел на парня. Упал чуть-чуть. Ну, что? Выход. Выход мы будем наблюдать. Тут допы 1 на 20. Ничем хорошим для него этот выход не увенчался. Ну, что, пацаны? В этот раз надо. Надо выходить уже куда-либо. Парнушник минус Снупик. Неплохо. Картана команды забрали уже. Девайс 1 выбит. Ну, и бомжара Марик с 1 хп остаётся. Девайс 1 есть у Парнушника, у которого 100 хп. Это может конкретно изменить ситуацию. Витя с минус Доник. Ещё НФ. Хорошо, минус Доп. Но надо выбить девайс у Парнушника, который как раз увидит его. А, вот и девайса. Минус 2 от него. С девайсом, парень, нормально пока что. Отлично. Минус 3. Головошот ещё. Но теперь угроза есть для команды элементов. Выграв этот раунд, выиграть. Ну, ладно. Болт. Опрокидывает Марика. Есть ещё игрок на верхнем Парыче. Верхнюю волну надо убивать. Отлично. Минус Александр. Последний Парнушник сделал уже минус 3. Теперь осталось всего забрать двоих. Пакет устанавливается. Не даёт установить пакет НФу. Один в один. Ну, и... И всё. Ну, это просто жарко. Минус 4 сделал Парнушник. Но это второй раунд для команды элементов. И это 2-0. Да, 2-0. Отлично. Пока так... Неплохо так начала. Ну, Дефенс, конечно, пока что уступают им в некотором роде. Привет всем, кто находится в чате на канале Гудгейма. Отпишите, пожалуйста, влагает ли у вас трансляция. Всё ли отлично. Ну, или что-то в этом роде. Парни пытались ворваться в сотку, занять её по фасту. Но, ребят, не получилось. Откинутые хаешки и флешки. И просто их остановили. Снупик продвигается. Капитан команды. Кстати, у нас произошло 2... Да, 2 замены. То бишь, зашёл Болт и Снупик. И вот сейчас парни пока с ними очень хорошо играют. Капитан есть и всё. НФ. Минус 101. Открывает зелень. Ещё перестрелок от Снупика. Сбирает. Хорошо. Одного из игроков. Ещё игрок. Есть в КТ-спауне. В КТ-спауне был девайс, который, блин, на мой взгляд, он очень глупый был. Этот девайс. Витязь ещё. Минус Марьяк. И Болт прожимает последнего допе. Третий раунд для коллектива элемент. 3-0. Ну, теперь будет уже посложнее. Ребята понимают. Это прекрасно, что им не надо так сделать такой сильный, неуравновешенный байраунд. Который может повредить. Но есть АОП у Порнушника, где будет интересно парень отыгрывать. Смотрит ли он. А, вот. Вот какой позиции. Раскинули сотку с сумаками. Ну и нет. Пропрыга нет никакого. Один капитан команды будет, видимо, собирать информацию по стометровке. Им накинута флешка в лицо, и парень просто отходит. Ну, возможно, будут сплитовать они плент А. Да. Вот в таком вот позиции. Еще отсматривают нас допы верхний парыч. На котором пока что никого как раз и нет. В 2 ВП отыгрывают игроки Дефенса в этом раунде. И все же на зелень смещается атака из двоих игроков. Нет, один Снупик отвлекающий. Остальные будут пытаться все же сделать. Спот Б будет выход через низ. А вот и Снупик. А вот и Снупик. Минус 1. Донник сыграет Витязя. Ну, все. Непонятно, куда у нас будет заходить атака. Уже, уже есть первые стыки. Есть, Марик. Минус капитан команды. Снупика опрокинулись. Ситуация 3 в 3. 2 ВП есть, которые не особо мобильны. Забери одного. Не попадает. И все. Да. Нет попадания и второго. В Павлика попали, в принципе. ХП маловато. Ой-ой-ой-ой. Скакнуло ХЛТВ, но все же успели. Да, успевать ли раздефить пакет. Сейчас мы это узнаем. Но, по-моему, да. По-моему, должен успевать, конечно. И, скорее всего. Давайте посмотрим до конца. Да. Первый раунд для Гинэкстиам. 3-1. 3-1 довольно неплохо. А первый раунд взят за сторону дефенса. Все было, конечно, на грани. Пакет был сновлен. Просто не особо грамотно расположились игроки элемента на споте B. Что и последовало дальнейшему слитию раунда. И еще вот, ребят, будьте пересматривать запись на YouTube-канале. Пишите, пожалуйста, зеленый прицел. Нормально ли его видно? Ну, вообще. Хорошо ли его видно? Так, Павлик Морозов упал уже. А, еще и Павлик Морозов зашел. Лол, 3 замены даже было у команды элементов, я так понимаю. Или, возможно, смена никнеймов. Ну, да ладно. РНФ падает от Бомжары. Допа отсматривает верхний парыч. Бомжара уже 2 фрага сделал. Сейчас должны минусовать еще и Витязя. Витязь не увидел, видимо, верхнюю волну. Да, не увидел, видимо. Ну, пакет под контролем. Болт падает от Александра. Последний Витязь остается. Давайте посмотрим за его действиями. Один против троих. Ой, трои. Пятерых. Ну, можно отдать должное, что два игрока красные. Просто находятся у команды Гинэкстян. Перестрелка. Витязь. Хорошо. Минус Бомжара. Первый пал. Хорошо. Ну, тут Допе справляется с последним Витязем. И второй раунд улетает в коллектив Гинэкстян. 2-3. 2-3. Ну и что? Есть. Да, насобирали пацаны на девайсы пока что. И сейчас будут пытаться, конечно, взять этот раунд. Им это надо просто как кровь из носа. Не берут его. Последует ЭКу. А после этого вообще будет очень плохо с экономикой. Так. Пытаются прошить АВП у нас с пятерки, с пятой линии. Но, но опять же холд. Опять же холд. Мы будем просто ждать, пока ребята будут выходить. Уже из БЖ занимает верх-вниз. А верх-вниз смотрит Доник. Да, отсмотр от Доника пока что ничем хорошим не увенчался. Но, как видите, один игрок уже прополз. Второй. Ой, лол. Гуськи идут. Сейчас их заберут. Первый пал. Доник минус НФ. Понимают, пацаны, что уже отсмотр полный. Может пропрыгать. Девайс забрал. Балмарик минус Болт. Ну, вот если бы у Павлика Морозова был бы девайс, парень не смог бы забрать. Посмотрите, двоих игроков. Его никто не видит. Ну, это просто самоубийство с Глоком. Стрелять на таком расстоянии. Причем еще и по ногам. Да, Витязь падает. Снупик занял. Посмотрите, Снупик занял уже такую позицию. Но он один и остался. Один Снупик, которому накинута флешка в лицо. И все. Не смог он пройти дальше. И это третий раунд за игроками Гинекса. 3-3 счет. 6 раундов позади. И напомним, что первую карту Гинекса выиграли со счетом 16-14 на карте ДДАС-2. Да. Вот так вот. Пока все очень хорошо складывается у нас для Гинексов. Три раунда взяли. Но надо элементам пошевелиться. Есть, опять же, у них девайсы. Есть два. Я видел девайсы минимум. Прием взяли не будет. Проход. Первый на информацию отыграл Болт. Болт. Падает и Болт. И Александр. Плюханыч всем троим. Ну, допы минусуют. Видите, за последнему не жить. Не жить. Говорит он. Ну, капитан команды тут кабан. Лол. Это забей. Парношник забирается. Нупика. И отдает. Ну, четвертый раунд. В пользу Гинекс Тиам. Это 4-3. 4-3. Гинекс Тиам. Выходят вперед. После взятых три раунда элементам. Неплохо. Есть АВП в атаке. Вот, я думаю, чего не хватало именно этим пацанам. Вот о чем я. Павлик Морозов взял на себя ответственность. И забирает Доника. Очень неплохо. Пацаны тут уже, в принципе, расположились. Снупик вышел у нас. Но надо было выходить на пятерку. АВП. АВАПеру. Игроков атаки. Ну, пока мы видим только капитана команды. А Павлик Морозов пошел у нас на зелень. На зелень. Он пока что располагается. Будет выход. Тут забирают уже по одному игроку. Отлично. Болт. Залюбил болт просто одному из игроков. Падает АВП Павлик Морозов. Последний болт остается один против троих игроков. Так, ну что. Последний болт уже остается. Один против троих. Времени. Маловато. Секунд, я так думаю, 35. Так как лагает ХЛТВ. И мы не можем проследить полное количество времени. Все. Не жить. Да. Парнушник забирает последнего болта. Берет пятый раунд. 5-3. Ну что. Хорошая позиция. На верхнем пары, если пойдут пацаны сюда. И отсматривать, в принципе, это с двадцатки. Верхний коридор. Первый коридор. Туда и продвигаются ребята. Ну, почему-то Допа не пошел туда. А мог, посмотрите, как конкретно нарешать. Трипл кейл. Трипл кейл. Было бы очень неплохо. Ну что вам. Проходят пацаны. Три АВП. Просто играют за сторону Дефенса. Это может допустить. Парни могут ошибку. Допа первый. Парнушник забирает НФ. А Болт, Снупик и Витязь остаются втроем. Против пятерых. И против троих АВП. Это очень интересно. Первый падает. Доника забирают. АВП первое упало. Удачно спустился Снупик. Опа. Снупик. Ну что ж такое. Понимал же ты, что там может быть АВП. Команды Дефенса. Болт и Витязь вдвоем. Витязя уже накалили. 18 хп. И тоже ошибку делает пока что он что и его тиммейт. Да. Ну что. Болта убили. Последний Витязь. Которого выжидает Бомжара. Просто в такой позиции. И берет шестой раунд. 6-3. На три раунда проигрывает команда Элемент. Пока что своим оппонентам. Надо брать раунды. Надо попробовать все же. Конечно реализоваться. Ну я думаю в принципе за атаку. Надо им взять на вскидку 5 раундов. Это в принципе дефолт будет на этой карте. Если пацаны умеют играть за стороны Дефенса. Они потащат. Я в них уверен. Так. Пятую линию отсматривают. Есть один из игроков. Сейчас проползет. Ну лол. Он увидел. А в NF нет. Ну вот и ошибочка. Первый его забирают. Есть. Есть. Есть стыки. Ну что. Хае сейчас отлетит. Видимо. Не упал болт. Вторая Хае также мимо. Допы на мувик. Не знаю. Где его забрали. Пацана видимо. Пацану это очень понравилось. Ну что. 4 в 4 ситуация. Игроки. Ой-ой-ой. А вот. Вот где пал доп. Я так понимаю. Там был шикарный головашот. Который мы прозевали. Витя забирает Доника. Есть еще стыки. Павлик Морозов. Верхняя волна. Минус он. Парычи забрали. Есть еще бомжар. Откидывается Хае. Что своему что ли. Да. Своему Хае под ноги. Это забей. Что такое. А вот он и Снопик. А вот и Павлик. Неплохо. 4 раунд за командой элемент. Я так понимаю. Шикарный фраг был. Все же. На верхнем парочке. Которого неплохо забрали. На колесе. Один патрон. Я видел такие. Когда еще стримил Артур Окс. Когда еще я был геймером. Видел. Такие же фраги. Против моей команды. Сотворили то же самое. Болт. Болт. Иди сюда. Родной. Два фрага. Две головы от болта. Шикарный. Два фрага. Вот это было бы забей. Если бы сейчас попал пацан. В голову. Прыжки с дегла. Это было бы шикарно. И просто. На мувик точно. Парнушник. Минус болт. Ситуация 3 в 3. Парни установили пакет. Расположились неплохо. Отсмотр первой линии. Первого коридора. На котором тут есть один Александр. Да. Ну тут НФ. Он в принципе уже забил хер на него. И не отсматривает. Как-то. Парнушник. Минус НФ. Времени в обрез. Видите. Отлично. Поджим минусует Александра. И еще падает. Еще. Отлично. Парнушник. Не прочекал игрока. Ну в принципе в дефолтной позиции. В нычке на первой линии. Еще и заселенный девайс. Разменялся. 6-5. Неплохо. Элементов. Я думаю все устраивает. Парни не должны расстраиваться. Что они пока что проигрывают. Это всего один раунд. Тем более на такой карте как Дэд Рейн. Это вообще может один раунд ничего не значить. Если вы играете хорошо за стороны дефенсов. Что я так понимаю не особо получается. Пока что у команды Гинекс. Надеюсь я правильно подписал Гинекс. На быструю руку скажем так. Так. Ну что. Отсмотр будет. Нижний парыч. Могли пацаны продвигаться. Но тут не дает им сделать это Марик. Марика уже пытаются забрать. Сейчас я думаю заберут. Надо выбивать. Ну. Патрон. Патрон. Павлик. Нет. Не получается. И доп. Минусует Павлика. Отлично. НФ. Выцепил каким-то образом порнушника. Ну это я ему за порнушку. Отсмотр верхней волны. На двадцатке отстреливается еще и болт. Ну. Не забирает. Пока нет. Не сбирает. Выходит НФ и просто нарешал. Ну это забей. Доп и ласт игрок. По нему есть полная информация. Пацан уже спустился вниз. Ну а там Снупик зашел просто в спину. И забрал последнего допа. 6. 6. Элементы сравнивают счет. Ну. Карта обещает быть очень интересной. Так как. Наконец-то. Не дефолтную карту я наблюдаю. За последнее время просто одни. И те же карты. То бишь. Детрейн. Ой. Не Детрейн. Детрейн. Сейчас. Нет. Дэдаст. Дэнферно. Дэнферно. Дэдаст. Ну. Одно и то же. Как бы. Разнообразие. Очень. Очень. Даже неплохо. Допа. Минусует первого игрока. Хорошо. Прожимает допа. Великолепно. Парень разбирается. Пасует одного из игроков. Битязь падает. Все же. Павлик Морозов. Ласт игрок. Ну. Вот как-то не везет. Павлику. Парень только берет АВП. И сразу же отдают раунд. Команда Элемент. 7-6. Ну. Поспешили. Я так думаю. Игроки Элемента. Поспешили. Надо было так же играть от минуса. Как они отыгрывали прошлые раунды. Что у них очень неплохо получалось. Я думаю. Сейчас они продолжат играть в том же стиле. НФ. Минусы порнушника. Где-то пацан убил одного из игроков. Дефенса. Выход. Хорошо. Снупик. Минус бомжа Ромарик. Да. Павлик все чекает. Снупик. Капитанище. Сразу видно. Два фрага. Две головы. Открытие спота. Да. Вот так вот. Могут терять АВП пацаны Дефенса. Умеют они так делать. Доник Ласт игрок со своим АВП будет продвигаться в спину. Тому самого Павлику. Но если заберет он еще и Павлика. Сейчас будет вообще шикарно. Можно так сказать. А Павлик да. Ну. Может в принципе и в спину сейчас забрать. Конечно. Он смотрит в такой неудобной для себя позиции. Дефов нет. Опа. Неудачно стал Снупик. Не ожидал конечно такого поворота событий. Отсмотр. Еще фраг от Доника. Ну и можно бы засейвить даже АВП. Но почему-то он идет. Непонятно зачем. Только дефов рядом в принципе нету. Да и на руках. Также няхты. 7-7. Элементы. Сравниваются опять. Очень равная игра. Последний раунд первой половины нам стоит просмотреть. После чего мы перейдем ко второй. И уже будем смотреть. Как элементы будут крушить Гиннексов за сторону Дефенса. Ну я так понимаю элементы поняли. Нашли они слабую точку команды Гиннекс. Что не особо хорошо просматривается игроками Дефенса. Один из спотов. То бишь спот Б. Не попадает Павлик с первой попытки. Вторая увенчалась успешно. И опять же. Это просто пара. Пара Снупик и Павлик. Снуп и Павлик просто на ура. Болт еще забирает Александра. Хорошо. Парнушка с Доником остается вдвоем против пятерых игроков атаки. Я думаю это Габелыч конечно. Первую половину мягко говоря прокакали. Команда Гиннекс. И это очень и очень плохо. Парнушник. Первый фраг на второй линии. Минус два. Минус три. Дефов нет. Дефов нет. В принципе и времени-то уже нет. Еще два игрока. Где-то рядом есть. Тут инфа сотка просто. А вот и все. НФ завершающий фраг этой первой половины. Восьмой раунд за команда элемент. И это 8-7. Счет мы наблюдаем дальше. Ждем лайф рестартов. И продолжим. Продолжим конечно же смотреть. Ну если конечно не будут тупить элементы. Они спокойно возьмут эту карту. А если будут. Этакие затупки. Вот этих ребят. Оооо. Пу-пу-пу. Закончится прискорбно. Перешел. Сейчас мы уже будем начинать в принципе. Не надо посмотреть. Тут-ту-ту-ту. Так. Лайф рестарты даны. Мы сейчас. Ворвемся просто на эти лайф рестарты. Но я обязан просто просмотреть одну штуку. Да. Все. Лайф рестарты. Нет. Они видимо не будут даны. Будет переигровка. Потому что сделали под с этим килл. Видимо стоят парни АФК. Несколько игроков. Поэтому мы еще чуть-чуть понаблюдаем. Подождем. Или нет. Не собираются. Посмотрите. Команда элемент не собирается делать рестарты. Да. Я так понимаю. Парни вообще не хотят делать рестарты. Конечно. Я не знаю засчитывать этот раунд или нет. Видимо засчитывать. Ну вряд ли. Вряд ли конечно. Генек с Тиан просто не будут так. Ну вот посмотрите. Они все в пятером стоят. Я в растерянности. Что делать? Все. Да. Наконец-то лайфрестарты. Уже нормальные. И мы начинаем. Вторая половина игры между командами элементы. Команда Ginex. Первая карта. Прошла. Успешно для одной всего лишь из команд. То бишь. Команда элемент. Первая половина. Ну ладно. Мы продолжаем смотреть. И все же стоят АФК. Посмотрите. Посмотрите на это. Зачем были даны лайфрестарты, если вот в такой позиции все четыре игрока, один залез на машине. Стоят АФК. Я не пойму. Запись-то идет, друзья. Врыв. Врыв Павлика Мороза с Витязем. И не увидели одного из игрока на машине. Ну лол. Ну надо дать рестарты. Я думаю опять. Ну уже не надо так тупить жутко-то. Что ж-то они делают. Ну ждем. Павлика Мороза с Витязем. Павлика Мороза с Витязем. Павлика Мороза с Витязем. Продолжение следует... Продолжение следует... Игроки команды Ginex, первого накалили, ну три игрока просто редовые, надо брать, надо брать просто вот эту, этот раунд первый для элементов, павлик минус допе. Еще и порнушник последний игрок, вряд ли, вряд ли пацан что-либо сможет сделать, да, болт его забрал и пакет еще и раздефили. Парни и берут девятый раунд элементы и после чего последуют еще два эко-раунда, нет, один, скорее всего один от Ginex'ов и взятый для элементов. Ну, у меня такое ощущение, что третья карта просто неизбежна. На этой карте элементы все же отыграли чуть-чуть лучше, ну, отыгрывают пока что, мы еще ее не завершили. Снупик взял девайс, забирает первого игрока, NF, также фраг, ну, и не дают выйти, конечно, отличный баскетбольный, ахает, отлетает, Снупик, что это было, Снупан, что ж такое? Ну что, Доник, установка пакета будет? Нет, пакета у него нет, болт, минус Доник, забирает игрока в бане. Видели игрока, но вряд ли что-либо с глоком сделает, допы надо хотя бы установить пакет, допы уходят. Пока отвлекают, да, допы уходят, Снупик добивает, видимо, видели игрока допы, или нет? Нет, его не видели, давайте посмотрим за этим хитрым парнем, который играет, в принципе, на установку пакета, так еще и с девайсом, это вообще песня, можно брать раунд. Видимо, видел Снупика, установка пакета все же будет проходить. Вот допы, мы за ним понаблюдаем, включим виртуальное ВХ и будем смотреть, ну что это, лоу. Могли уже забирать, пацана, болт, отлично, прожимает допы и деф-пакета. Деф-пакета от болта. 10-7, нарастает элемент, свое преимущество над командой Гейнекс, и это уже на 3 раунда впереди, 10-7. Неплохо, неплохо, но уже есть полный байраунд, конечно же, 2 пакета стали, уже есть АВП, просто у Марика ХАЕ прилетает, 32 ХАЕ, зачем покупать АВП без армура? Да, друг, так дела не делаются. Витя из минус порнушка, забирает его, на 20-ку откидывается ХАЕ, который никого не задевает, но на верхнем пары есть один... Хо-хо-хо, плюханыч от Александра. Я думаю, пацан сам охренел просто, как я такое сделал, вообще я вон реал. НФ минус Дуанек, еще Павлик Морозов, неплохо, забирает одного из игроков. Да, забирает пацана, допе с одним АВПером игроков Гинекс, остается вдвоем, против четверых игроков. При том, что я думаю, на карте Детрейн не так уж и просто вытащить, даже в такой позиции, потому что тут много, где можно помансоваться. Не так уж и легко забрать игроков на дальнем расстоянии. Накинул сам флешку, это просто погубило этим самого себя. Видел двоих игроков, перезарядочка, перезарядку пацана, и допе, минус Снупик. Первый фраг есть, надо забирать второго, чтобы взять раунд. НФ справляется с одним игроком, и, наконец-то, Витя завершает этот раунд победой команды Элемент. Очередной слитый байраунд от Гинекса Е11-7. Пять раундов отделяют Элементов от победы в этом матче, что, я думаю, им не составит большого труда взять за сторону Дефенсы каких-то пять раундов. Так, ну что будут делать, ребята? Куда они будут врываться? Куда выходить? Сейчас, видимо, будут врываться. Да, два смока на низу накинута, болт, минус бомжара, отсмотр, Павлик, 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 две головы. Парнушник забирает, ну, не прожал НФ, мансуется как-то Парнушника, ну, и вот НФ, конечно, справляется с допой. Есть еще один игрок на собаке, это последний парень. Первая флэш, вторая. Очень опасно играет, есть АВП. Но Парнушник играть умеет, он знает, что делает. Да, ну, не намного. Витясь, голова. 12-7, ну, возможно, уже Гиннекс понимает, что за карту это лучше не побороться, а отыграть третью, взять КНАФ, я так понимаю, и сыграть третью, и, конечно же, выиграть матч. Это будет просто шикарно. Выиграть не матч, а серию, серию карт, то бишь, третью уже. Возможно, здесь парни уже просто сдались, как видите. Ну, все равно, он пытается, видимо, что-либо сделать, потому что, пацаны, стоят, халдят, видимо, от минусов будут и отыгрывать. Или, возможно, уже просто фанятся. Так, никто не поджимает. А вот и поджим. Ну, все, Снупик, опять ошибка. Я помню, Снупик, мы стримили его уже, команду элементы, и парень поджимает частенько, и этим он ошибается. Посмотрите, мог дать даблкил у нас сейчас НФ, но попал всего лишь в одного игрока и не забрал. Падает Павлик, Болт, последний игрок. Надежда на этого пацана. Увидел одного игрока. Ааа, не забирает, а тут Александр. А тут Александр со спины берет восьмой раунд для Генекса, 12-8. Ну вот, если бы Снупика не забрали, если парень не поджал, все бы, конечно, сложилось очень успешно для этих парней. Прошу прощения, но мы продолжаем. Ну что, уже есть четыре игрока у команды элементы и пятеро у Генекса. Первый опенфраг прошел все же не в пользу элемента. Да, что очень и очень плохо, конечно, для этой команды. Ну, четыре раунда отрыва, парни, на один раунд уменьшили расстояние между командами. Ой-ой-ой, ну что ж он так лажит? Снупик как-то пролагал у нас. Ну, хотя с пингом пять, что это было, я вообще не понял. Так, ситуация 2 в 3. На данный момент, опа, вот это неждан, я думаю, для Марика. Но Марик справляется с НФом 2 в 2. Выравнивает более-менее позицию, ситуацию для самого себя. И сейчас, возможно, уже полетят еще головы от него. Павлик Морозов минус Марик. И второго еще добивает. Ну, раунд, во-первых, был уже на таймере просто для элемента. 13-8 счет. 13-8. Давайте посмотрим дальше, куда будут заходить игроки атаки. Пока что, как мы видим, они проходят у нас на нижнюю волну. И будут, видимо, врываться на тот самый нижний верхний парочек. Первого забирают, Барнушник. 4 хп остается, но Павлик пал. АФК Болт это может навредить очень жутко. У него нет девайса. И что, пропускают ли пацаны на Плэнт Бэд? Да. Бомжара уже спрыгивает. Марик. Марик. Минус один. Но НФ успел забрать одного игрока. Себя реализовал, в принципе. Еще перестрелки. Ну, что ж такое. Александр. Минус нупик. Витязь. Без девайса дал первый фраг. Ну, Витязь. Последний игрок. Вернее, Болт. Прошу прощения. Витязь уже двоих забивает. Ёпта. 3 хп оставил Александру. И не справился с ним. Все же, девятый раунд для коллектива Гиннекс. Да, в этот раз все же сложилось все в лучшую сторону, но не для тех, для кого надо. Ну, что, 5 в 5. Парни продолжают играть. Отлично. Нет ни ливов, ничего. Нет ни реконектов. Это не может не радовать меня. Прошив идет. Интересно, кого прошивал у нас там Марик. Каким образом вообще, что он там хотел найти. Марик минус Павлик Морозов. Первый пал. Отлично, опять же, опенфраг. За командой Гиннекс. Витязь минус 1. Снупик падает в пленте. Есть отсмотр еще. Знает, что есть на 4 линии. И как раз уже ситуация 2 в 4. Ну, я думаю, надо пацанам уже выходить. Они уже вышли. В принципе, пакет еще на зелени проходит. Будет в темном сидеть жучиться. Наверное, Витязь не получится. Доник забирает. Ну и Болт. Болтенок. Последний игрок. Ему же в спину хочет зайти Александр. Будет интересно, сейчас пройдет ли спина. Нет, не проходит. Болт справляется с этим лютым поджимом. И отходит. Ситуация 1 в 3. Красный допы, который устанавливает пакет. Он слышал игрока. Начинает нашивать. Но нет. Этот прошив не проходит. Надо попробовать. Я думаю, парни и так выиграют. Экономика должна быть. И надо попробовать. Что-то не так. Не идет что-то у Болта сейчас. Зачем прошивать-то, в принципе. Да. Ну и там. В принципе, уже ушли парни. И поэтому это 10-й раунд. Для коллектива Гиннекс. 13-10. 13-10. 14-10. 21-10. Продолжаем. 13-10, как было сказано ранее, 3 раунда есть отрыв у команды элемента, и 3 раунда им надо взять для победы. Давайте посмотрим, получится ли у них это сделать. Порнушник забирает НФ, а первый фраг прошел, и опять же не в пользу команды элемента. Ну, парни, им по-любому надо брать эту карту для того, чтобы побороться за этот суперфинал. Ну, они это прекрасно и сами понимают, в принципе, и отыгрывать такой полубай. На данный момент пацаны просто стоят, пачку скинули, и пока что нет такого врыва от атаки. Они поняли, как надо играть против элементов за сторону атаки на карте Детрейн. И, наконец-то, они поняли. Болт. Болт падает от Александра. Витя с Павликом остается вдвоем. Отсмотр будет ли? Будет ли? Вау, уже просто на грани пролетают патроны. Добник прокидывает Павлика, и все. И все, 11-й раунд. 13-11, Гинайкс отыгрываются. Я думал, уже бороться не будут после счета 12-7. Это достойно уважения. Молодцы, ребята. Ну, ребята, что? Будут они делать выход на сотку. Будут пытаться сделать у нас Марик. Раскид пошел. Если он не выйдет, это будет очень глупо с его стороны. Да, раскинул и вышел. Ну, неудачно. Тут НФ принимает на ура. Минус Марик. Встречает просто одного из игроков атаки. Второго прожимает, но не добивает Доника. 59 хп оставляет этому пацану. Есть. Хорошо. Хороший дэмэдж нанес пацан. И, в принципе, себя он на полную катушку реализовал. Спина. Спина от Снупика. Но мало хп остается у него. Возможно, будет пробовать девайс подобрать. Опа. Александр. Голова. Снупику, иди сюда. Говорит ему. И Болт с Витязем остаются вдвоем. Александр. Минус Витязь. Ну что, Болт. Вся надежда на тебя. Не дай поставить пачку. Не дай взять раунд. Первого забирает. Александр пал. Ну, доп. С пакетом. Ну, как будто бы без инфы играют ребята. Посмотрите. Ну все. Уже информация полная пошла. Болт должен понимать, где будет устанавливаться пакет. Да. Прекрасно понимает. Но не увидел. Было тяжело увидеть этого игрока. И 12 раунд для коллектива Гиннекс. 13-12. Ну что? Неужели упустят элементы такое преимущество? Которое у них, в принципе, то было. Но они отыгрывают бай. Полный бай. И один эко у Павлика. Давайте посмотрим вид карты сверху. Так, полный выход. Пошел. НФ. Минус Доник. Открывает. Первый фраг делает. Еще Витязь неплохо. Минус Марик. Ну и ситуация 4 в 3. Ой-ой-ой-ой-ой. Прилетело. Так как? Ну и ответка, в принципе, там замучила Витязя. Перестрелки. Еще вид игрока на первой линии. Под вагоном. Выход. Отлично. Снупик минус Допе. НФ не дал установить пакет. Но, видимо, мои слова вдохновили команду элементы. Для того, чтобы не сливать такое преимущество. Молодцы, парни. Пока что они себя нормально показывают в этом раунде. Ну что, Александр Ласт игрок. Который любит свою жену. Опять же, повторился уже, как и в первой карте. Да, НФ минус Александр. 14 раунд для команды элемент. Но мы помним повторение просто первой карты у нас сейчас. Также элементы 14-12 ввели. Но и в итоге. В итоге проиграли 16-14. Это было прискорбно, конечно, наблюдать. Надеюсь, в этот раз такой ошибки, пацаны, не совершат. Мы уже ровно 2 часа в эфире с вами. И я думаю, еще как минимум часок мы тут побудем. Так, Павлик Морозов минус Александр. Первый фраг прошел. Надо еще забирать вверх-вниз. В принципе, тут же был на четвертой линии. Да, тут и есть один из игроков. Забирает порнушник Витязя. Есть еще на небе. На небе пацан, которого пока не добивают, не забирают. Но это, в принципе, на грани. На грани Снупик. Как-то пацан двоих прожал в такой позиции и забрал двоих игроков. Красавчик. 2 в 4. Пакет, я так понимаю, под контролем. Или нет? Нет. Пакет где-то лежит в доме. За ним возвращается Доник. Ну, конечно, надо аккуратно понимать, что могут и пакет контролить. Такс, такс. Очень интересно, что сейчас будет. Опа. Ну, там два игрока должны, конечно, были зачекать Доника. Лол, его никто не увидел. Доник с Мариком по фрагу. 2 в 2. Не выравнивать ситуацию. И что? Болт без девайса и красный павлик. Ой-ой-ой. Ё-ё-ё-ё. Это забей просто. Как так-то, ребята? 13-й раунд для Гинекса в 14-13. Детские такие ошибки какие-то допускают. Элементы. Надо было спокойно забирать игрока. Они его видели, можно сказать. Но не в то время оба. Причем оба отвернулись. Это как-то в голове вообще не укладывается. Павлик Морозов, видимо, хотел взять АВП, но чуть-чуть ошибся. Прогадал и взял скорострелочку. И себя реализовал. Неплохо. Скорострел минус Александр. Парнушник минус НФ. Раскидывает по чуть-чуть парнушник. Уже прошла серия фрагов. Поэтому можно попробовать выйти. Да, потихонечку. Будет сейчас врываться. Будут, пацаны, пытаться пробовать взять. Но, как мы видим, нету такого у них, чтобы по фасту зайти, разобраться. Нету. Бомжара, Марик. Два фрага от бомжара и Марика. Три фрага. Ну, разбирается. Что ж такое, я не пойму. Я просто не пойму, что сейчас происходит на сервере. Это какой-то трэш. Я вам говорю. Просто 35 секунд до взрыва. Пакета нету. Ни девайса, ничего. Видите, за его еще и накалили. Была информация. Все. 9 хп у пацана. Возможно, что-то засейвить хочет. Потому что идет не на тот плент, я так понимаю. Да. А нет. Именно на тот. Лол. Да, порнушник отпустил. Просто плент, а допы должны теперь возвращаться. Для того, чтобы контролить. Мало ли, Витязь заберет пакет. Снесет просто. Ну и опять же. 14-14 счет. Элементы. Выпускают преимущества. И команда Генекса отыгрались. Это забей. Это просто очень хорошая игра. За которую интересно смотреть. И которую можно потом пересмотреть. Несколько раз. Этот замечательный финал. Парни опять же играют от дома. Выход на нижний парыч. Они уже вышли. Первый игрок спокойно прошел. Витязь. Ну что Витязь. Он не отсматривает верхний. На верхнем никого и нету. Все через низ почти вышли. Первый есть. Парнушник минус нопик. Есть ситуация 4 в 5. Парнушник 2 фрага от него. Третьего. Ну и он не видел третьего игрока. Доник минус Павлик Морозов. Есть еще один игрок на второй линии. Если я не ошибаюсь. Да он уже под собакой. Доник минус нф. Болт будет со спины заходить. Что-то пацаны прошивают. Парень стоит тут. И лол. Все. Посекли. Болта. И должны убить. Да. Доник забирает болта. 15-й раунд для команды Гиннекс. 15-14. Не укладывается в голове. Элементы. Проигрывает опять же. Такая же ситуация как на первой карте. Я не пойму. Что творится. Такое чувство что тут игра на деньги. И игра подстроена. Ладно. Выход. Что будет делать. Нету. Опа. Нету АВП конечно. Которая сейчас бы конкретно. Хорошо. Но решала бы. Но все. Отходят. Одного забрали. Отходят. Болт. Минус порнушник. Ситуация 5 в 3. Ну элементы. Давайте допы. Допы вам нужны как кровь из носа. Снупик. Минус бомжа Ромарик. Отлично. Отлично. Доник. Минус нф. Ну и теперь 4 в 2. Пара допы доник. Отлично. Пока они срабатываются. Забирают еще и Снупика. Ну прошли они по моему уже. Прошли. Нет. Они еще не вышли из зелени толком. Шестая линия. Шестая линия. Павлик. Павлик должен был слышать. Ну и сейчас может он просто неудачно вылезти. Будет принимать. Будет принимать. Допы забирает одного. Пропускает Павлик. Все. Пацан в растерянности. 18 хп и все. Да. Это все. Это 16 раунд за Гинэкс Тиам. Это ГГшечка. Поздравляем ребят с победой. На турнире. Мы прибавляем пацанам вторую карту. Закончен турнир от команды элемент. В финале сразились 2 очень сильных коллектива. Счет первой карты ДДАС 2.16.14. Вторая 16.14. Ну и это победа. Всем спасибо за внимание. Кто слушал меня 2 часа 5 минут. Подписываемся на канал Ютуба. Ставим лайки. Делаем репусты. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!